Всех приветствую на телеканале НТВ Америка. Меня зовут Ирина Дмитракова и мы продолжаем череду передач. Магазин Санкт-Петербург представляет. Тема сегодняшнего эфира – куклы. Ну, кукла всем известна как детская игрушка. Она может быть в виде человека, в виде животного или какого-нибудь вымышленного существа. Даже большое количество игрушек, в том числе кукол, было найдено при раскопках. Мы знаем, что куклы всегда стоили дорого и это в последнее время стало не только предметом для игры для наших детишек, но куклы сегодня даже коллекционируют. Итак, у нас в студии Наталья Орлова, владельца магазина Санкт-Петербург. Наташа, привет. Добрый день. Да, итак, тема куклы. И тема куклы и взрослых, которые играют в куклы. Куклы и клоуны. Мы работаем с компанией, которая называется «Кукольный промысел». Замечательные в основном женщины, конечно, в этой компании. Они шьют костюмы для Мариинского театра. Это находится компания в Санкт-Петербурге. Там профессиональные дизайнеры, которые шьют профессиональные костюмы. И в свободное от работы время они уже организовали такой бизнес, это уже теперь их работа. Они играются. Играются в куклы. Куклы и клоуны, вот которых мы сегодня будем показывать и представлять, совершенно уникальные коллекционные игрушки. Их можно вешать на елку, их можно хранить на подставочках. Но откуда же они все взялись? Куклы и клоуны, про которые вот мы с них, наверное, начнем, это знаменитая история комедии Дель Арте. Это итальянский театр 14, 15, 16 век, когда бродячие артисты переходили из города в город, сочиняли на ходу, никогда пьесы не было написано, они сочиняли ее на ходу, импровизировали, узнав накануне, что в городе происходит. И там всегда были определенные герои, стандартные герои. Два отрицательных персонажа, два влюбленных персонажа и два как бы помощника, они же слуги, они же авантюристы, они же пройдохи, которые, собственно, и обыгрывали весь спектакль. Имена отрицательных персонажей варьировались. Наблюдать это стал панталоне, обычно это брюжащий старый либо папа невесты, либо пожилой мужчина, который хочет добиться любви юной женщине. То есть это в любом случае богатый, неправильно оценивающий ситуацию человек. Второй отрицательный герой всегда был доктор, он же юрист, он же адвокат, который сыпал цитатами из латыни, совершенно не понимая их смысла и претендуя на знание ситуации. Имена возлюбленных мы все знаем хорошо благодаря книге Алексея Толстого и потом знаменитому фильму Буратино. Вот они у Иры в руках, это Пьеро и это Мальвина. Пьеро, изначально называющийся Педролино, у него было еще несколько итальянских названий, стал постепенно Пьеро. Это изысканный молодой человек из очень высокообразованной семьи, но который совершенно не умеет ориентироваться в этом мире, поэтому это постоянный белый клоун. И, естественно, Мальвина, это тоже всегда девочка из высшего сословия, набалованная, капризная, но обычно вот у них по комедии дель арта в Италии у них всегда были попытки любовных отношений, которым всегда мешало старшее поколение. И тогда в дело вступали пронырливые слуги. Замечательнейший фильм Труфальдина из Бергама. Если вы когда-то не видели этот фильм, вы обязательно должны его посмотреть. Обязательно. Ну и дела. Как дальше жить? Тут их скандал непременно. Еще никто не мог служить. Трум, господа, одновременно. А я смогу. А он такой. А я упрямый. А он такой. Ко Труфальдину из Бергамо. Я так. Ко Труфальдину из Бергамо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. По пьесе Гоцци итальянского писателя 16 века. И фильм снят был в Советском Союзе. Играл в нем Наталья Гундарева и Константин Райкин. И играли они реально Орликина и Коломбина. Люди из среднего сословия. Очень умные, очень хитрые, очень хватки. Даже не скорее умные, стрит-смарт. Хватки увертистые, которые успевали придумать всякие хитросплетения в пьесе. Изначально Орликина, сын очень бедных родителей, у них не было денег шить ему красивый костюм на карнавал. А в Италии нельзя было не пойти на карнавал. Карнавале – это праздник перед постом. Гуляла вся страна. И из всего, что собрали в деревне из остатков, ему сшили костюм из кусочков. После это стало самым стильным костюмом, который шьется из разных кусочков ткани или сразу делают такую ткань изначальной. Уже опера-паяцция. Уже этот костюм изначально дорого шится отделкой с позолотой, но именно костюм Орликина. И обычно она бывает в юбочке, но вот у нас такая она еще в штанишках. Они бывают немножко разных всех. Костюмчики у них периодически меняются. Но вот эта вот парочка всегда, в общем-то, устраивала все интриги, хитросплетения, переодевания. Вот такие замечательные герои. Потом перекочевали во Францию, начиная с Карла Готца. Теперь это моя любимая тема. Я театральный критик. Карла Готца написал потрясающую пьесу «Слугах двух господ». И этим он практически убил вот этот вот вольный театр дель арте, потому что пьесы стали писать. Дальше был Мольер, который сам играл в своих пьесах. Был Шекспир, который сам играл в своих пьесах. Был актером. Много импровизировали. Пьесы записывали после спектаклей, когда уже складывалась канва от работ, обтрабатывалась. Но их уже писали. И уже все, роли все выучивали. А вот комедия дель арте – это сплошная импровизация. То есть вначале просто они договаривались, что ну вот давайте они будут друг друга потеряются. Или папа не даст ей в эти замуж. Или юрист скажет, что неправильно составлены документы. Все остальное они импровизировали. И дальше для тех, кто учился в театральных училищах, знаю, что было такое понятие «этюд». Этюд на определенную тему. Например, как ты кушаешь спагетти? Этюд. Ты должен, не говоря ни слова, отыграть, как это кушаешь. В их случаях еще была надета маска, что еще тяжелее. То есть мимика лица не участвовала. Участвовала только пластика. Пластика, движения, акробатические номера, тон голоса. И вот они говорили, значит, мы вставляем вот такой этюд, вот такой этюд, вот такой вот в это действие. И по ходу дела действие все сочинялось. После революции – это, наверное, всегда связано с какой-то эпохой в жизни страны. После революции в России театр Мейерхольда полностью работал по принципу комедии дель-арте. Когда актеры крутили колесо, пели, танцевали, и все делал один и тот же актер, обязательно актер выбирал роль до конца жизни. Если он становился героем, изысканным пьеро, это была роль до конца жизни. Если он был орликин, веселый, заводной, с трюками, с шутками, с неприличными шутками, с анекдотами, эту роль этот человек оттачивал, играл до конца жизни. Актеры очень много читали, очень много учили наизусть стихов, анекдотов, естественно, потому что надо было все время удивлять и развлекать публику. И рассказывают легенды по актерам, которым было 70 лет, 80 лет. Они продолжали оставаться пьеро или орликинами, и только сняв маску, люди видели, сколько им лет. До такой степени отрабатывалось мастерство, включая то, что они еще акробатикой занимались на сцене. Вот такой уникальный театр Дель Арте на сегодняшний день, он не существует практически. Продолжают традиции Дель Арте театра Вахтангова, опять-таки поставленная после революции принцессы Турандот. Если вы окажетесь в Москве, спектакль идет в тех же костюмах. Роли передаются по наследству. В Вахтанговском театре играют без масок, поэтому, естественно, не могут быть актеры с 70-летними играть молодых. Переходят по наследству, играют всегда звезды театра. Принцесса Турандот, я вам искренне рекомендую. Все, что касается переодеваний, позитива, радости, хорошей хитрости, доброй хитрости, они вот... Я бы сказала, что он как Иван Дурак, орликина. Он все время выдумывает, как вроде бы кого-то обмануть, и в результате всегда выигрывает. Не то, чтобы вот он много учился или много знает там, или хорошо образован, как пьеру. Он крестьянский сын. И всегда оказывается в выигрыше. Петрушка. Русский Петрушка – это и есть итальянский орликин. Это площадной герой, который собирает анекдоты, шутки, события с сегодняшнего дня, вот что произошло в городе, и что произошло в стране, и рассказывает. Не было интернета, не было радио, не было телевидения. Бродячие актеры рассказывали, что происходит в мире, рассказывали истории. Например, в одной знаменитой семье произошел какой-то конфуз. Уже вечером это играли на подмостках сцены, а через два дня играли в следующем городе, и все понимали, про кого идет речь, и все над этим смеялись. И вот, собственно, так и создавались пьесы постепенно. Позже они стали еще раз рассказывать, позже они стали записываться. Вот эти все замечательные герои, эти девочки, театральные девочки, вот они шьют такие потрясающие костюмы. Они немножко могут быть, варьироваться. То есть вот пьеро может иметь... Вот такой костюм. Да, может быть такой костюм. Орликина тоже бывает нескольких цветов. Он бывает и синий, и розовый. И это помимо всего еще игрушки на елку, либо просто игрушки над детской кроваткой. Они обязательно имеют фарфоровое личико-маску, расписанное тоненькой-тоненькой кисточкой. У них обязательно, если есть ручки или ножки, то это фарфоровые ручки и ножки. И я абсолютно влюблена в клоунов. Мой любимый клоун, он есть такой красный, и он есть еще белый в расшитом камзоле. Невероятной красоты клоун с фарфоровым личиком. Вот еще есть стоящий клоун. Это вот все делают в Санкт-Петербурге в театральных мастерских. Но вообще эти куклы больше считаются, конечно, как коллекционные, нежели чем для игры. Конечно, это коллекционные. Коллекционные – это прекрасный подарок, опять же. Я просто коллекционирую куклы, у меня их много. И видя вот подобные куклы, я такие обычно привожу из какой-нибудь страны. Ну, вот у меня есть там, допустим, из Великого Устюга, да, допустим, я привозилась в костюме там национальном. Ведь все равно даже в каждом селении тоже есть свои костюмы, свои обычаи и так далее, и свои куклы. Это тоже очень-очень красиво. Я вот коллекционирую таких кукол. Да, и надо дать еще раз должное этим девочкам, девочкам-женщинам этой компании. Они повторяют в точности костюм. Это украинский костюм. У Иры был в руках русская девочка. Русская девочка, дворянка, не замужем, когда она носила кокошник. Замужняя женщина покрывала волосы. Это вот уже дворянский костюм замужней женщины. Одно время у нас была полностью коллекция всех русских нарядов российских, от крестьянки там до царского наряда. Они не всегда у нас бывают в продаже. Опять-таки связано с тем, что они не всегда их производят. Иногда не точно такой костюм, потому что каких-то отделок нет. Но мы стараемся все время эту коллекцию поддерживать. И это коллекция русских костюмов полностью исторические, с деталями, которые исторически полностью соблюдались. То есть если это у нее была шапка, обязательно соболем отделана, то девочки делают такую шапку, чтобы было видно, что это меховая собольная шапка. Не просто так. Да. Ну и они люди с юмором, поэтому помимо коллекционных кукол они делают очень обычно полезные, обычные и полезные предметы. Ну вот я держу в руках такую. Крестьянка. Крестьянка, да. Крестьянка, бабушка крестьянка, женщина крестьянка. И вы думаете, это просто кукла? А нет, тут есть секретик. Раз. И вот здесь как раз шкатулка. Для пуговиц, для иголок, для всяких мелочей. Для заколочек. Для всяких мелочей. Я как игольницу дома использую. Как игольницу, да. И причем сделан из бересты. Конечно, да. Все материалы у них натуральные. Все, что шьют, это бархат, хлопок, тесьма. Это натуральный материал, без синтетики, чтобы был такой действительно дорогой вид. Ну, очень-очень красиво. Помимо того, у вас есть очень много и других кукол, я знаю, видела и обычных. Ну, вроде таких простых. Простых, я имею в виду, которые можно дать ребенку играть, играться, да. Вот. Хотя даже простую куклу всегда, тихо, не разбей, тихо, да, там, не бросай ее. Но вот то, что мы вам сейчас показываем, это, конечно, очень хороший вариант и для подарка, правильно, да? И для украшения. И для украшения. Елка смотрится замечательно. Да, вот, очень-очень красиво. Я тоже понимаю, что она тоже с секретиком, да? Шкатулка. Шкатулочка, смотрите как. Раз. У меня впереди на юбочке пуговичка. Пуговичка, раз, шкатулочка. А под пуговичкой шкатулочка. Прекрасный вообще, замечательный подарок, прям и красота. Обтянута она атласом, потому что явно, что это дама 19 века из высшего общества, с атласным платьем на кринолине, а под кринолином есть шкатулочка для разных мелочей. Нет, это очень здорово, что сегодня куклы, они разнообразные. Они не только для того, чтобы в них играть, но еще и для того, чтобы их собирать, коллекционировать. Ну и все, что касается клоунов, это, конечно, отдельная тема. Мы знаем людей, кто коллекционирует клоунов в любом виде. Не только сшитых, тряпичных клоунов, но клоунов из фарфора, клоунов нарисованных. Был знаменитый русский художник Константин Сомов, который рисовал только клоунов, он рисовал паяцов. И, кстати, тоже после революции, вот что удивительно, после революции, во времена разрухи, во времена голода, во времена, когда непонятно было вообще, что происходит, вдруг есть Мейерхольд, есть Блок, который пишет балаганчик, комедия дель арта, Вертинский, который одевается в костюм пьеро, белого клоуна. Опять-таки художник Сомов, который рисует клоунов, паяцов. Вот все такие периоды после войны, перед войной, во время войны, когда людям нужна радость, вот появляются клоуны. Вспомним Советский Союз после войны. Что было нужно? Смех. Смех. Карандаш. Конечно. Олег Попов, Юрий Ли Никулин, Ингибаров. Цитут 1. Униформа. Ушли. Артемы, пошли. Так, 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 хорошо. Хорошо, хорошо. А-а-а. Красиво. Смотрим. Остановились, запустили. Сели. Сели. Стоп, 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 стоп. Стоп. Ну как вы сели? Как жили, так и сели. Да я не об этом. Куда вы смотрите? Туда. 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 А камера у нас здесь. Вот камера. О-о-о. Да не-о-о. А давайте-ка все сначала. И все эту потрясающую плеяду заканчивает Слава Полунин. Такого мастерства клоунского не было нигде в мире. Такого парада масок, вот этих вот этюдов придуманных, когда они пластикой показывали без слов, не было нигде в мире. Современный цирк, канадский цирк, цирк Дусалей использует русских клоунов. Все клоуны, которые там что-то бормочат, говорят, иногда они, кстати, вставляют русские слова. Русские слова, да. Пластикой обыгрывают невероятные этюды. Это русские клоуны. Это школа русского цирка. Когда переходные периоды в истории, когда людям тяжело, когда людям нужно чему-то радоваться, появляется праздник, юмор, являются клоуны. Надо отдать должное руководителям Советского Союза, они это хорошо знали. Все, что касается пропаганды, все, что касается социальной активности людей, все, что касается социума, очень-очень правильно просчитывал советским правительством. Поэтому ощущение радости лилось из каждого фильма, из каждой передачи, даже если это было про любовь. Немножко с грустинкой, но это про любовь. Ну и вот эти, конечно, комедии, цирк, клоуны, это было неповторимо. То, что творили на манеже Карандаш и Олег Попов, это просто записывали и потом во всем мире копировали эти номера. То, что эти ребята придумывали и как они делали эти антрепризы, то, что делал потом уже позже Юрий Никулин, чуть позже, и то, что сейчас творит Слава Полунин, мы понимаем, что русские клоуны, как и русский балет, русские клоуны, как и русский балет, первые в мире. Самое главное, что мы же все родом из детства, поэтому надо своим детям рассказывать, что клоун – это весельчак, это то, о чем ты говоришь, клоуны дарили радость. Многие дети боятся, к сожалению, сегодня клоунов вышло. Да, вышло уже несколько фильмов, где клоун как достаточно такой персонаж отрицательный, но изначально это был очень веселый и очень положительный такой персонаж и в фильмах, и в книгах, поэтому давайте об этом не забывать и рассказывать нашим детям, и вот можно через красивые такие, правильные игрушки преподать эту информацию. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите сделать подарок своим близким или, например, опять же, самим себе в конце-то концов, ведь вот начинается с одной куколки, потом вторая, а потом уже целая коллекция, да, это замечательный подарок, да и просто, не знаю, удовольствие смотреть на все на это. И вот когда я смотрю на игрушки вот такие красивые, сразу вспоминаешь детство, ведь мы же все равно в душе где-то все остаемся детьми, и иногда, когда все спят, мы начинаем играть. Поэтому заходите на сайт магазина «Санкт-Петербург» и делайте такие замечательные подарки. Я уверена в том, что вам и вашим близким это доставит огромное удовольствие. Моя новогодняя елка в этом году состояла из шаров клоунов. Сейчас такой период в жизни у всех у нас, что надо максимально создавать радость, поднимать уровень радости у себя, у себя дома, в своей семье, среди своих близких. Счастья вам и радости!